Всем привет! С вами Светлана Гипичук и вы на моем YouTube канале. Мы с вами не виделись два месяца и столько всего за это время произошло. Мы успели переехать, как вы заметили. Можете меня поздравить уже в свою квартиру. Начался всемирный карантин. Я успела поступить в Академию Натуропатии и теперь я студентка целых два года. В общем, об этом всем я расскажу попозже, но сегодня у нас с вами опять будет полезное видео. И сегодня будем говорить про орехи. Сколько есть, какие, как есть правильно, как их нужно замачивать, какая польза и терапевтический эффект орехов. Сегодня все разберем по порядку. Поехали! Итак, сегодня говорим про орехи. В ботанике под орехами подразумевают различные плоды. Это и съедобные ядра, и бобовые, а также семена и плоды с одним плодолистиком. Например, арахис – это бобовое растение, называемое еще земляным орехом. Миндаль – это косточковый плод, съедобное ядро. Ядровые орехи – это семена. Кешью или каштаны являются плодами с одним плодолистиком. Орехи широко используются в кулинарии, в кондитерском производстве и для получения орехового масла. В молотом виде орехами можно заменить муку в тесте для сладкой выпечки или использовать в качестве загустителя в соусах и начинках. В сыром или жареном виде орехи используют для приготовления пудингов, десертов, хлебобулочных изделий, добавляют в салаты. Орехи – это любимое лакомство, это полезная, готовая, очень питательная пища, созданная самой природой. Разве можно просто равнодушно пройти мимо прилавков, на которых разложен красочный ассортимент орехов? Лесные, кедровые, грецкие, кешью и пекан, миндаль и бразильский, макадамия и многие другие. В эту же группу отнесем земляной арахис, каштаны, пальмовые плоды и семечки. Я могу с уверенностью сказать, что не знаю ни одного человека, который бы не любил орехи. Для многих это любимое лакомство, ну а для вегетарианцев это один из основных источников питания. Иван Владимирович Мичурин называл орехи хлебом будущего. Сложно переоценить пользу орехов. Эти мини-плоды содержат в себе максимум энергии. Их можно отнести к концентрированной пище. Всего в 100 граммах орехов аккумулировано около 600 калорий, то есть треть среднесуточной потребности человека. 20% суточной нормы белка, жиров 75% и всего 4% углеводов. Ядра орехов это еще и богатейший источник минеральных солей. Например, меди и марганца более чем полторы суточной нормы, всего в 100 граммах орехов. Также в них много железа, магния, фосфора, цинка. Все это подчеркивает, насколько важны орехи в питании человека. Если разобрать пользу каждого конкретного вида орехов, можно сказать, что нет ни одного из них малополезного. Например, даже в арахисе в 100 граммах белка, так же, как в мясе птицы. Арахис способствует снижению уровня холестерина в крови. Его используют в качестве желчегонного, способствует росту и обновлению клеток, а также улучшает память. Способность концентрировать внимание показан при бессоннице и быстрой утомляемости. Из-за твердой кожуры многие орехи, хотя и съедобные, но мало используются в качестве пищевого продукта. Чтобы орехи усваивались гораздо лучше, а питательные вещества и витамины проникали в кровь вдвое быстрее, необходимо их правильно подготовить для еды, то есть замочить. Для чего нужно замачивать не только орехи, но и семечки, а также крупы? Дело в том, что орехи содержат очень большое количество фитиновой кислоты. Именно она, кстати, и придает некую горечь плодам. Это вещество служит своеобразной защитой плодов. Благодаря фитиновой кислоте орехи не трогают дикие животные, что, в свою очередь, позволяет им дозреть. Между тем, фитиновая кислота затрудняет процесс переваривания пищи. А вода же в данном случае препятствует действию ферментов, на которые распадается это вещество. После вымачивания орехов вода становится темно-коричневой. Кроме того, необходимо удалить кожицу с орехов. После замачивания сделать это намного проще. Как же правильно замачивать орехи? Грецкие, кедровые, пекан и фундук нужно вымачивать не менее 8 часов. Кешью необходимо оставлять в воде на 6 часов. Макадамию лучше замочить на 4 часа. Ну а дольше всех замачивается миндаль. На то, чтобы полностью избавиться от фитиновой кислоты, в данном случае может потребоваться 12 часов. Надо отметить, что держать орехи в одной и той же воде больше 8 часов нельзя. Поэтому по прошествии этого времени придется воду сменить. Как выбрать и купить орехи? Покупать орехи неважно, в скорлупе они или нет, лучше небольшими порциями, так как плоды, имеющие большое количество жиров, быстро портятся. Именно по этой причине не стоит покупать орехи с рук и без скорлупы, так как их дата производства неизвестна. Также не стоит брать орехи, скорлупа которых повреждена. Орехи с высоким содержанием масла быстрее станут горькими. Подведем итог. Если у вас нет аллергии на орехи, тогда смело добавляйте 20-30 грамм разных видов орехов ежедневно к своему рациону для хорошего здоровья, отличного уровня энергии и прекрасной физической формы. Подписывайтесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о следующих публикациях и напишите в комментариях, какие орехи любите вы.